Всем большой-большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Рада вас приветствовать в своем новом видео! Мы с мужем уже вернулись из продуктового магазина, ездили, закупались, и я сейчас планирую приготовить обед. Вот как раз-таки у меня здесь все ингредиенты, будет много овощей, и блюдо на самом деле вкусное. У меня едят и дети его с огромнейшим удовольствием, готовятся быстро, поэтому я думаю, каждый из вас может взять такое идейное вооружение для быстрого обеда, для быстрого ужина, но очень-очень вкусного. Что нам потребуется? Значит, основа у нас будет вот такая вот гречневая лапша. Я ее сейчас отварю по инструкции. Вот, она как бы разделена на порции, но вот нам как раз, в общем, сварю целую упаковочку. Дальше мне потребуются креветки. Это блюдо также очень вкусное получается, например, с курочкой, вот с куриным филе. Значит, креветки я сейчас разморожу и немножко обжарю. Можно добавить сок апельсина, у меня как раз есть апельсины, и потушить их в апельсиновом соке, получается очень-очень вкусно. В общем, вот это и это мы с вами готовим. А овощи, которые я вам сейчас покажу, я люблю подавать в этом блюде свежими, просто нарезанными, как заправка. Знаете, такой микс у нас получается здесь. Есть и лапша, есть и белок, и овощи. Значит, что я люблю использовать? Я люблю использовать перец, я буду использовать авокадо, буду использовать манго, красный лук и помидорки черри. Вот, в принципе, можно заправлять на свой вкус тем, что вы любите, в общем, какие овощи вы любите. И дальше соус. Для соуса нам потребуется кунжутное масло. У меня вот такой устричный соус, можно использовать соевый. Так, вот у меня еще здесь масло кхи. Кстати, спрашивали, какое. Я беру вот такое, и покупала я его в магазине мяснов. Вот, мне оно очень нравится. У них там есть просто топленое масло именно вот мяснов, то есть не вот этого бренда. Оно мне не так понравилось, как это. Еще мне нравится топленое масло в магазине вкусвилл. Вот оно действительно такое, как должно быть. И заодно, на заметку хозяйкам, я еще беру вот такое кокосовое масло. Аналогичный бренд, тоже приобретаю в магазине мяснов. Вот, например, какие-нибудь сырнички, блинчики, да, пожарить что-то такое. Я вот жарю на кокосовом масле. Так, что еще для соуса? У меня, значит, зубчик чеснока пойдет. Можно добавить мед. Если нельзя мед, можно добавить немножко сахара. Можно добавить немножко уксуса. Здесь, честно скажу, нет каких-то таких жестких пропорций. Главное, девчата, пробовать. Если вам не хватает кислинки, сладости, солености, просто добавляйте, и все. Я сейчас буду готовить, потом вернусь к вам, потому что в метро мы ездили с мужем. Я еще там прикупила товары для Пасхи, большой там ассортимент. В общем, покажу, что взяла. И мне пришла, наконец-таки, посылка с декором для малыша в детскую. Тоже вам покажу, что мне там пришло, что я заказала. Вот такая прелесть. В общем, сначала только обед, и дальше буду покупочки показывать. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Я почти нарезала все овощи, лапшу тоже запустила. После того, как вода закипает, согласно инструкции, нужно варить буквально 3-4 минутки в подсоленной воде. Креветки у меня тоже готовы, поэтому добавляю апельсиновый сок. Ну, прям, знаете, такой апельсин получился сочный, что я добавила его даже не целиком. Вот, и прям вот сок, креветки, я сюда сейчас буду перекладывать гречневую лапшу. Правда, у меня, видите, как немножко помимо получилось, но я все убрала, вот за кадром уже, и продолжила готовить. Вот так, лапша получается очень вкусная, и я не так много сюда добавляю на самом деле соуса. Если хотите, без свежих овощей, можете просто побольше соевого соуса, воды добавить, немножко там крахмала можно добавить, уксуса, сахара, чесночка, и у вас прям будет, ну вот, чисто лапша в соусе. А из-за того, что у меня здесь много овощей, у меня такой, знаете, а-ля салат получается, я сейчас нарезаю еще только авокадо и манго. Мне очень нравится манго, можно, знаете, что сюда еще нарезать, кинзу или петрушку, тоже будет очень-очень вкусно. Вот, ну и что, у нас практически с вами все готово, нам остается только собрать наш салат и красиво подать. Я просто сначала выкладываю лапшу, потом креветки, и вот как бы сверху выкладываю разные овощи. Поливаю кунжутным маслом, можно посолить, поперчить, если это требуется, если не требуется, можно просто поперчить. И уже каждый сам порционно в своей тарелке перемешивает. Можно, конечно, было бы то, что я овощи, например, нарезала, смешать таким салатом. Но, так как едят дети, у меня, например, там Лиза не жалует черри, там София, она не будет есть красный лук. Поэтому я каждому собираю именно из того, что он любит и подаю. Вот, в любом случае, пальчики оближешь, дети ели с добавкой. Показываю свои покупки из метро для Пасхи. Взяла вот два таких наборчика. Это значит, вот перламутр. Первый раз вообще беру. Не знаю, надо инструкцию смотреть, это как втирается или что. Но выглядит очень красиво. Дальше вот такой вот жемчуг наклеивать тоже на яйца. Думаю, будет очень нежно. Взяла разные посыпки. Но посыпки это наше все на куличи. Дети обожают это делать, украшать. Поэтому взяла вот в двух таких цветах. И взяла сейчас вот такую вот форму для куличей. Мне там особо ничего не понравилось. Так, у нас не в фокусе картинка. Вот, но такие были более-менее. Обычно беру поменьше размером. Вот, ну, чтобы порционно каждый мог свой куличик съесть. Далее. В прошлом году брала уже такие вот ромбики. Очень мне понравились. Красиво смотрится тут, как термонаклейки, да. Далее красители. Такие красителями красила как раз-таки в прошлом году. Вот, и взяла в этот раз. Здесь все получается три цвета. Вот цвета получаются очень нежные. Так, следующее, что взяла, это опять же вот такие вот разные посыпки. Они здесь одного размера. Вот, просто разные цвета. Вот такие вот. Повторюсь, дети обожают. Потом вот такие вот шоколадные, розовые. Ну, и, конечно же, самое-самое, это вот такой вот сахарный декор. Значит, здесь у нас зайчики. Вот такие симпатяшки и маленькие безешки. Мне кажется, тоже украшать куличи. Очень красиво будет. Потом здесь такой птенчик. Он тут, правда, у нас отвернулся. И вот я еще взяла. Сейчас вам покажу. Здесь, значит, вот такие вот зайчики. И мне очень понравились вот эти зайчики с морковками. Морковки очень бесподобные. И здесь еще один птенчик. Дальше там были вот такие пищевые фломастеры. Тоже взяла для детей, чтобы они могли как-то красиво украсить. И вот такие вот сахарные декор с Пасхой. Христос воскрес. Сейчас пока увидела только такие. В прошлом году брала немножко другие. Но думаю, может быть, поближе в других магазинах тоже появятся. И я докуплю. Тоже красиво смотрится на куличиках. В общем, такой у меня улов пасхального декора. Украшать куличи. Вот, красить яйца. Пока вот это понравилось, взяла. Может быть, кто-то возьмет на заметку. Потому что вот этот декор, конечно, вообще просто бесподобный. Больше нигде не видела. Повторюсь, брала в метро. Сейчас буду гладить. Погладить мне нужно вот буквально три футболки мужа. Вот, чтобы не откладывать в долгий ящик. Сейчас сразу все поглажу, беру в шкаф. Всегда себя, знаете, ловлю на мысли, когда глажу практически сразу после стирки. Это занимает даже меньше пяти минут. И насколько же это удобно и быстро, вот, не скапливать большое количество белья, чтобы его переглаживать. Вот, каждый раз я за это благодарю. Но все равно, у меня, знаете, не бывает прям вот что стабильно, вот всегда только так. Нет, бывает по-разному. Ну, то есть, бывает, что просто, ну, некогда, да, нет меня в этот день. И оно, как правило, знаете, один день так, ну, махнул рукой. Ну, ладно, уж что там, и второй накопится. И потом получается завал. Вот, вот, все равно потом стараюсь, как бы, вот, прийти опять к тому, что по чуть-чуть, понемножечку. Вот, как в этот раз, очень быстро просто перегладила все футболки мужа. Зеленые гладила, как обычно, а вот темные я выворачиваю, чтобы не было, знаете, вот таких вот белесых полосок. Сейчас мне остается только отправить их в шкаф, и все готово. Сейчас буду разбирать тумбочку мужа, разложу все в ней аккуратно, выкину лишнее и протру пыль. Ну, помимо каких-то основных и базовых вещей для сна, муж тут хранит таблетки, которые принимает вечером. Хочу выкинуть упаковку и оставить только блистерами. Обычно я никогда не храню лекарства, вы знаете, в упаковках, потому что они занимают так больше места. Инструкции по применению я тоже обычно выбрасываю, потому что сейчас можно всегда найти нужную информацию в интернете, и не нужно этим загромождать пространство. Блистеры оставляю, чтобы сверяться со сроком годности, но пустые ячейки тоже всегда срезаю. Я прям за максимально компактное хранение. А эти таблетки лежат тут, так как когда были проблемы со сном из-за стресса, он их принимал. Называется Реслип, он помог сократить время засыпания и сделать сон более длительным и качественным. После него легко, кстати, просыпаться, и он разрешен даже женщинам при беременности. Если у кого-то есть похожие проблемы со сном, делайте скрин упаковки. Первое, что я вам покажу, это я взяла два сундучка. И тут как раз-таки один сундучок, который мне рассказывали, что его потеряли, все проверили, и его нет. Вот, в общем, заказала я два таких сундучка очаровательных. Это все будет в магазине Zara Home. Вот, в принципе, это как декор. Ну и, конечно же, здесь можно что-то хранить. Вот, ну и плюс очень симпатичные цвета. Я брала как декоративный элемент вообще их, но, повторюсь, можно использовать и для хранения. Возможно, что-то я и буду хранить. Вот так вот это все смотрится. Ну, симпатяшка, симпатяшка, да? Так, значит, один сундучок такой, и второй сундучок. Размером он идет побольше. Здесь все то же самое. Вот так вот открывается он, и можно что-то в нем хранить. Вот, ручка есть. Тоже такая вот очаровашка. Можно, мне кажется, как на полочку, да, поставить. Так, в принципе, и на полу, на комоде хранить. Они будут смотреться очень эстетично и красиво. Следующая вещь, которую я заказала, это вот такой вот музыкальный шар. Шкатулочка. Очень мне она понравилась. Сладкие мечты. Красивое облачко. Значит, здесь месяц. Я вам сейчас... Она заводится на музыкальные, как я сказала. Постараюсь одной рукой завести. Вот. Ну и, как мне кажется, все между собой замечательно сочетается. В такой спокойной цветовой гамме. Вот, ничего яркого, кричащего. В общем, все, как я люблю. Кстати, девчата, вот подобного плана чемоданчики я пыталась найти на Алиэкспресс. Но у меня ничего не получилось. Вот. Не нашла я такие чемоданчики там. Поэтому решила, уже скажу в Зарихом. Вот. Все в одном месте. В общем, весь декор все в одном месте взяла. Следующие у нас вот такие вот замечательные игрушки. Естественно, я их брала в качестве декоративных элементов. Вот использовать, когда малыш родится. Понятно, что в них можно играть. Но я взяла сейчас вообще не с этой мысли, не с этой целью. Хочу поставить на полочке. В общем, да, чтобы было уютненько, красиво. Очень понравилась мне цветовая гамма здесь. Красивая. В общем, это у нас здесь такая пирамидка. Мышка с хвостиком. Ну, конечно же, потом во все в этом можно уже будет играть. Такая пирамидка. Они, в принципе, да, по смыслу однотипные. Это радуга. Подобного плана игрушки, конечно же, можно найти у нас. Вот. Но я уж раз там все заказывала, заказала и это, потому что все перекликается между собой по цветам. Плюс мне понравились очень оттенки. В общем, это у нас такая разноцветная радуга, да, которую потом можно будет собирать. И здесь у нас вот такая вот звездочка. Вообще, конечно, в Заре Хом сейчас появились детские игрушки. И коллекции потрясающие. Очень красивые. Там разные посуды и предметы для дома. Такие, знаете, больше для девчонок. Но все очень-очень красивое. Ну, а мы с вами двигаемся дальше. Я еще заказала товары для хранения. Вот такие вот замечательные ушастые корзинки. Сейчас вам покажу побольше. Взяла в самом большом размере. Вот такую вот мумишковую. Ее планирую использовать для, может быть, грязного белья. Или для подгузников. В общем, пока не решила. Но вот хочу использовать как такой, да, вот. Или под одежду, либо прям под мусор какой-то. Сюда можно вставить, если под мусор. Небольшое ведро. В общем, все так будет скрыто. И красивенько в комнате смотреться. Вот, очень она мне понравилась. И взяла еще в двух размерах. Вот такая вот. Сейчас нужно только единственное, чтобы у нее ушки немножко разогнулись. Потому что посылку совсем недавно я забрала. И в процессе транспортировки они так вот складывались. Так, в общем, вот такого размера. Сейчас вам покажу относительно моей руки. Ее можно использовать либо для хранения, либо также, вот знаете, для такого мелкого мусора на пеленальном комодике. Вот, рядом с пеленальным столиком. Хочу такого мышонка использовать. И вот эта вот малышка совсем. В ней, конечно, можно что-то хранить. Вот, но можно использовать просто как декоративный элемент. В общем, вот таких вот три мышонка. Я в них просто влюбилась с первого взгляда. И что я еще заказала? Вот такую вот корзинку. Это тоже Зара. Она, мне кажется, отлично перекликается по цвету, да. И еще взяла вот такую штучку для салфеток. Я вообще, девчата, как думала, если честно, что это будет что-то вот типа такого, как я брала автогаз, да, когда есть дно, и туда вставляются бумажные салфетки. Вот, потому что, ну, влажный, да, хранить неудобно и открывать неудобно. Но, ну, по факту, это просто вот такая вот накладка. И если честно, как ей пользоваться и вообще для чего она придумана, я не очень поняла. Потому что, ну, вот ставишь ты, допустим, даже там, ну, салфетки я просто принесла. Мне кажется, когда ты будешь тянуть, она будет подниматься. И уже все встанет в распор и будет хорошо. Я, в общем, не знаю, но попробую с бумажными салфетками, в общем, как она будет вести себя, подружиться или нет. Но, честно, вот повторюсь, думала, что будет такого плана. Ну, ладно, как есть. Возможно, это тоже какой-то декоративный элемент, просто замаскировать салфетки. Но не очень понимаю я практическую сторону. Вот, просто на картинках, то есть, было показано, не было видно, что там дна нет. Вот. Что еще хотела бы показать? Ну, и вот такой вот покрывальце. Это мазики. Вот, тоже все в таком нежном цвете, бежево-белом. Вот, и думаю, что все хорошо будет у нас между собой перекликаться. Но в любом случае, если эта штучка будет бесполезна, возможно, в Тогасе просто куплю еще одну такую вот салфетницу. Очень она удобная, красивая, эстетичная, не бросается в глаза. Еще вам хочу показать свой заказ с Авито. Это товары Икея для организации хранения. Я взяла недостающие органайзеры в гардеробную к нам и также в пеленальной комоде, как я вам и говорила. Смотрите, что я приобрела. Во-первых, вот такие вот белые органайзеры Стук. Размер 20х34х10. У них просто идеальные размеры. Вот, для того, чтобы хранить, например, детскую одежду. Хорошие по высоте, по ширине. В общем, я такие взяла именно в пеленальный столик. Несколько штук. Классные. Вот, сейчас они есть в белом цвете. Когда я, помню, еще организовывала при помощи них хранение в пеленальном столике Софик. И были только серенькие. Так, дальше серия Скуп. Вот такие вот органайзеры. Всем известные, в общем, тоже белого цвета. Взяла их несколько. Взяла потом вот такой вот с ячейками. Я в таких храню все нижнее белье. Трусики, колготки, носочки, маечки. Очень удобно. Разные есть отсеки. Вот. И удобно пользоваться. Взяла таких вот две штучки. Штук я взяла в разных размерах. Вот. Там есть просто подныньше, покороче. И почему, спрашивали, Катя, почему на Авито, почему не на Яндекс.Маркете. Они там тоже есть. Все упирается в вопрос цены и вопрос цвета. Я хотела именно белые, например. Они серые, там синие. Разные цвета есть. Ну и плюс вопрос цены. Честно, я не знаю. Это цена Яндекс.Маркета. То есть это они выкупили и по такой цене очень высокой продают. Или это уже торгуют какие-то там спекулянты. Потому что, например, какой-нибудь такой контейнер, набор, там стоит что-то порядка полутора тысяч. Вот. Все-таки, ну, на Авито цены значительно дешевле были. Вот. Хотя, конечно, они дороже, наверное, раза два, чем были в Икеа. Но дешевле, чем были на Яндекс.Маркете. Вот. Это, конечно, выбор каждого. Покупайте, приобретайте, где вам удобнее, где вам, где, в общем, вы найдете. Я просто то, что мне нужно было, сравнила. Что-то вообще не было на Яндекс.Маркете. Что-то есть, но стоит там значительно дороже. Вот. Поэтому заказала на Авито. А вы уж смотрите сами. Я как бы никого не призываю ни к чему. Ну и спрашивали меня, чем закончилось дело с посылкой. В общем, там, с возмещением денежных средств. Смотрите. По одному заказу мне денежные средства вернули. Вот. По вот этой посылке, в которой якобы не совпадало количество. И одна вещь была утеряна. Мне за нее ничего не вернули. И как вы думаете? То есть, вот, пожалуйста. Один из чемоданчиков там пропал. Оба чемоданчика вы видите здесь. Вот. При этом, как бы, видимо, действительно, один чемодан был вложен в другой. Но все было вскрыто. То есть, они это смотрели. И там еще в чем момент. То есть, я когда написала Байеру, что вот одного наименования не хватает. Она сказала, попросите, пожалуйста, проверить. Вот. Чемодан в чемодан не вложен ли. Потому что, ну, такое может быть, чтобы компактно, да, отправить посылку. Я это написала. Сдек Форвард, на что он мне ответил, что мы все внимательно проверили. Нет, ничего нет. То есть, не хватает одной вещи. А на самом деле она была там. Вот так вот. А Зара, которая вот в Турции, через которую меня выкупали, там, значит, мне выслали чемодан еще один. Вот, представляете, так как получилось. То есть, Сдек Форвард всех подставил. Красавчики просто. Заниматься немножко творчеством. И пока буду заниматься, поставлю, замочу вещи. В общем, здесь у меня швабра старая-престарая. Я хочу ее просто продезинфицировать. Дальше почищу бабушкин френч-пресс. И еще у меня там от нее такой ковшичек. Ковшичек тоже в пятнах. В жиру я сказала, что все очищу, все уберу. Вот, потому что у меня, в принципе, посуда вся в хорошем состоянии. И таких проблем нет. Ну, и попытаюсь вывести пятна. Я вообще, если честно, этот фартук приготовила выкидывать. Потому что мне вообще ничего не помогало. Я даже уже не помню, откуда эти пятна. Ну, в общем, будем пробовать. Использовать я буду вот такой вот пятновыводитель, отбеливатель от бренда Brand Free. Короче, чудо-очиститель для всего. Заказывала я на Valberis. Мне пришло как раз две упаковки. Видите, тут и для стирки, и для посуды, для чистки поверхности, и для чистки сантехники, для дезинфекции. У меня уже был один такой пакетик, я заказывала в январе. Но достаточно быстро расходуется, потому что я им чищу практически все. Знаете, такое универсальное средство на весь дом. По инструкции заливаю кипятком, жду где-то 15-30 минут, и достаю совершенно чистые вещи. Вы видите, как моментально начинает работать, вся грязь отходит. Дальше покажу вам результат. Сейчас вам покажу результат фармежуточный. В общем, как все почистилось. Вот, видите, вода вся темная-темная. Френч-пресс просто идеальнейший. Вот, видите. Я сейчас пойду это все вымою. У меня вот здесь вот были прям такие большие-большие пятна. Вот. Видно вам, нет, что пятен тоже нет. Очень здорово. Я, если честно, чем только не пробовала, у меня вообще ничем не отходило. Я уже так думаю, ну, будет-будет, получится, не получится, получилось. Чем я сейчас буду заниматься? У меня с прошлого года остались рамки, которые я покупала для того, чтобы сделать теплицу. Вот такую, вы знаете, аля декоративную. И у меня дети обожают смотреть разные лайфхаки, вот что-то там мастерить своими руками на ютубе. И они попросили, давай, говорит, мам, сделаем. У меня как раз были рамки. Поэтому я хочу им собрать сейчас вот эту вот конструкцию. Я планировала это делать где-то год назад. И я сейчас даже вот у меня референсов нету, как это выглядит. Поэтому собираем, в общем, не знаю, правильно, неправильно для такого детского творчества. Все-таки я им не особо даю пользоваться этим горячим пистолетом. Потому что, ну, как вот я им пользуюсь постоянно, то клей капнет, то обожгусь обо что-нибудь. Поэтому считаю, даже вот Лизии, в общем, я не даю. Поэтому сейчас сама склеиваю, а дальше они будут оформлять, или мы вместе, как им хочется, в общем, как они это видят. Покрутила по-разному, как можно эти рамки составить. Решили так. Если честно, была удивлена, что эти рамки, они идут, вот это вот стекло, у них прям стекло. То есть это не пластик, как вот покупаешь рамки, знаете, там в Ашане, в Леруа Мерлен, в Икеа. Там вот эта прозрачная часть, она пластиковая, здесь она стеклянная, прям вот теплица-теплица получилась. Попросили они немножко так подкрасить, вот, чтобы было посветлее. Ну, и буду там украшать разными искусственными цветами, мхом, сухоцветами. Вот, думаю, получится прикольно, и в кукол играть можно, и как какой-то пасхальный декор. В общем, что они там надумают, они уже у меня, кстати говоря, выбрали, там и кролики, и курочки из пасхального декора. Пускай все сдают и поставят себе в комнатку, будут, в общем, наслаждаться просто потому, что любят все такое. Все закончилось. Идите, поищите, пожалуйста, еще девчонки. Есть. Есть. Только мягкие. Пока, может быть, наверное, декоративные. Просто люди, которые они вставали. Может быть, я не заказала. Моги, я послушала. Моги, я послушала. Больше мягкие. В общем, девчата делаем. Мы сейчас с девочками вот эту теплицу, как они хотели, для разных таких вот своих куколок. У меня закончили стержни в этот клеевой пистолет, поэтому докупим, доделаем. И я к вам уже в следующем видео вернусь с результатом, покажу, что у нас с девчонками здесь получилось. Я, в принципе, масного склеила, а дальше пускай украшают уже сами, как хотят. В общем, как они это видят, как хотели. Вот разные наши яички есть из фикс прайса, то, что с прошлого года. Они меня сейчас тут напритаскивали всего. Сюда, кстати говоря, очень красиво яички будут смотреться. Поэтому девчата сейчас сами здесь все украсит. Ну, а мы увидимся уже с вами в следующем видео. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok